всем привет в этом видео предлагаю поговорить про сухоцветы эта тема еще не поднималась на моем канале но я считаю что сухоцветы является неотъемлемой частью флористики умея заготавливать сухоцветы выбирать цветы которые дальнейшем превращаются в сухоцветы вы сможете выйти на новый уровень создавать долговечные композиции это могут быть как интерьерные композиции так и небольшие букеты комплименты как раз таки сегодня я хочу создать два таких букета комплимента в разных цветовых гаммах и разного состава часто особенно в сезоны праздников можно встретить различные крашеные сухоцветы я сегодня буду использовать вот эти шарики честно скажу не знаю как они точно называются также выбрала для гамм веточки гривели очень красивая такая металлизированная медная и в моем первом букетике сухоцветов будет белый лимониум вы знаете лимониум и статица отлично превращаются в сухоцвет и потом их дальнейшем можно использовать также я думаю что вы все видели тенденцию делать небольшие комплименты из сухоцветов небольшие букетики которые прилагаются к подарку либо можно приклеивать эти букетики на какие-то открытки и таким образом делать поздравления но сегодня я соберу два букетика из сухоцветов которые смогут стать приятным комплиментом порадуют и как я уже сказала это долговечные букетики их можно поставить в любую часть комнаты они непривередливые ими очень часто украшают ванные комнаты также можно установить где-то на кухне выглядит все очень мило для основу первого букетика я взяла вот такие коричневые веточки от винограда и начинаю добавлять сюда мой материал все устанавливаю по спирали делаю такой мини букетик сухоцветами работать с одной стороны очень просто с другой стороны сложно потому что они ломаются поэтому конечно же нужно подбирать качественные сухоцветы чтобы они не сыпались если вы заготавливаете их самостоятельно то тоже необходимо знать и правила сушки и уметь эти сухоцветы заготавливать домашних условиях очень хорошо ведут себя веточки черничника если летом пойдете за черникой можно нарвать этих веточек засушить и потом дальнейшем использовать для букетов очень красиво смотрится первый букетик у будет больше натуральный он такой светло-коричневый с небольшими золотыми элементами более спокойного цвета сделала бы такие небольшие выбросы чтобы букетик был асимметричным мой первый букетик готов я его фиксирую рафии для сухоцветных натуральных букетов я предпочитаю и натуральную обвязку к тому же она здесь идеально подходит по цвету вот такой букетик у меня получился сейчас я дополню его упаковкой я выбрала упаковку рожка из мороженого мне кажется что здесь она идеально подходит во первых и по форме по составу и такой букетик привлечет обязательно внимание на витрине или где-то на ярмарке например если вы будете участвовать вдруг каких-то хэндмейд ярмарках эти упаковки мы создавали на нашем курсе упаковка new я рассказывала как сделать подобные упаковки для одного цветка и где взять такие материалы если вам интересно переходите по ссылке я оставлю ее внизу но сейчас давайте сделаем второй вариант букет и сухоцвет для второго варианта я использую темную вот такую крашеную омелу она уже тоже подсохла и подойдет для моей работы также сухие коробочки цвета фуксии и опять же лимониум тоже цвета фуксии чтобы мой второй букетик не был слишком однотонным так как видите я выбрала такую яркую гамму я разбавляю его вот такой заготовка из бирграсса она также высохнет и не потеряет цвет не потеряет свою форму данные заготовки мы используем для букетов и с помощью таких заготовок можно сделать букет объем не абсолютно за копейки так как бирграсс стоит дешево но смотреться такой букет будет очень эффектно у меня это крашеный золотой бирграсс также можно делать из обычного зеленого бирграсса а как делать такие заготовки и как использовать их во флористике как создавать с ними букеты я также рассказываю в нашем курсе букеты ссылка опять же будет внизу добавляю сухо цветы 2 чтобы мой элемент был немного смещен в сторону чтобы он не смотрел на центральную точь он выступают у меня неким акцентом сейчас золотой элемент смотрится здесь таким крупным объемным бельмом поэтому чтобы немного уравновесить наш букет я добавлю еще несколько золотых элементов по всему букету тем самым я размешиваю цвет и уравновешиваю мой букетик это золотые сушеные коробочки маков оттенок золота немного отличается но это не страшно давайте обмотаем его также рафии я снова установила букетик из сухоцветов мою упаковку аля мороженка если вам не нравится подобный вариант упаковки можете использовать любой можно обернуть просто в крафт бумагу какую-то интересную фоновую бумагу какого-то контрастного цвета предположим но я захотела показать вам именно такой вариант мои долговечные букетики готовы напишите первый или второй понравился вам больше делаете ли вы подобные букеты и для чего вы их используете я считаю что такими букетиками можно разбавлять ваш стандартный ассортимент они не портятся как все цветы и можно размешивать эти букетики менять их состав и мне кажется что все равно найдутся любители подобных букетиков комплиментов они действительно выглядят очень милыми это такая новая азиатская тенденция насколько я наблюдаю если вы добавите их свой ассортимент я уверена что вскоре они будут пользоваться популярностью друзья на сегодня с вами прощаюсь надеюсь вам понравились мои эксперименты с сухоцветами обязательно пишите свои комментарии внизу и увидимся совсем скоро до новых встреч пока